ребят всем привет вы на канале тики и спать и я тики и сегодня мы с вами поговорим более структурировано про нашу игру и выполним ну работу за тестировщиков только в прошлых видео это больше такое там и погорение на что вы делаете так далее сейчас я все записал чтобы я хотел донести до разработчиков плариум до админов до разработчиков до программистов до тестировщиков до кого угодно главное чтобы заметили и поправили потому что это напрашивается наверное уже самого ну какие-то определенные элементы с самого начала игры думаю вы со мной согласитесь буду очень рад увидеть ваше мнение в комментариях то есть если я что-то забыл указать в этом видео укажите в комментариях я обязательно запишу если допустим это не поменяют там через промежуток времени мы сделаем еще одно видео еще одно видео вот ну в общем начну я самого актуального чтобы я бы поменял бы в игре и в принципе что хотят в клане что хотят игроки то есть я вижу обратную связь пунктов будет много первый пункт это все-таки продажа с почты то есть здесь когда у вас накапливается какое-то количество шмоток и они как правило с какого-нибудь автокликера либо еще что-то либо вы даже мульти бои неправильно запустили вас например пятизвездочный шмот не продался с почты соответственно здесь нужно кнопку не только забрать но и продать ну и плюс можно например при наведении или при нажатии показывать какая это шмотка это бы ускорило бы микроменеджмент второе хотелось бы заметить про открытие осколков когда у вас например вы случайно открывать но например три осколка синих открыли вас будет 39 и вы начинаете открывать по одному то есть из-за того что вас всего одного осколка не хватает вы начинаете эти 9 по одному открывать это тоже неимоверно бесит здесь должна быть кнопочка открыть все вот то есть есть призвать есть призвать x10 и призвать всех или все там или ну то есть как то так она должна называться то есть все осколки должны постепенно без твоего нажатия открываться Ну при этом можно, да, они любят уведомления всякие, соответственно, оповещения, что сейчас откроются все осколки, остановить это действие нельзя. Соглашаешься и погнали. Это помогло бы при открытии 9 осколков, 19, 37, 45 и так далее, чтобы по одному не открывать. Как мы знаем, 90% дропа это фигня собачья. Открывать его по одиночке никакого кайфа и прикола нет в этом абсолютно. Это же относится и к душам. У вас 9 душ, вы их открыть сразу все 9 не можете. У вас их 29, 20 будь добр по десятке открой, а 9 по одному. Думаю, очень логично, пойдемте дальше. Следующий момент это в коллекции сортировка. Сортировка наших, соответственно, героев. Имеется в виду, ну, любая сортировка, будь то выбор на арену, будь то выбор для прокачки, это сортировка, соответственно, по определенным фишкам, но наоборот. То есть, почему я, когда... Вот конкретный пример, то есть, когда я прокачиваю, я не могу по рангу еще раз нажать на ранг, и чтобы у меня было, начиная от первого, второго, третьего героя. Это именно при прокачке. То есть, вот здесь это прям явно видно. Мне надо листать, чтобы выбрать корм следующий, да, то есть, я могу, ну, что тут, по уровню, да, ну, то есть, а как мне вот сделать обратно по уровню? Ну, то есть, вот я хочу героев набрать, мне нужно первого уровня. Мне надо, естественно, листать вправо, а если у меня героев там за 150, это надо каждый раз при прокачке трех новых героев делать, это абсолютно неудобно. Следующий момент это касается анонсов. Когда вы что-то анонсируете, надо анонсировать это заранее. Ну, например, новая фракция. До сих пор никто не знает конкретную дату ввода новой фракции. Никто не знает, когда будет x2, x10, потому что официального графика нет, мы его составляем сами. То есть, зачем вам скрывать так долго эти анонсы, которые являются очень важными, нам непонятно. То есть, есть какое-то событие, сделайте график хотя бы на месяц, а лучше на два, так как, опять же, игра про планирование ресурсов, это просто попахивает разводом на донат. То есть, мы за день анонсируем какое-то важное событие, но до этого мы введем еще пять событий, которые у вас там осколки все с вас вытрясут, да. То есть, это нехорошо, это отталкивает игроков. Анонс нужно делать за месяц, а x2, x10 и так далее расписание делать за целый год. Следующее, что подбешивает игроков, это нерфы. Нерфы после ввода, то есть, вы анонсировали какие-то определенные фишки, да, героя, там, орны анонсировали, гидру в свое время анонсировали, потом вы ее нерфите, вы нерфите орна, ну и так далее. То есть, вы выпускаете фортуса гарант, говорите, что вы его апните, в итоге вы его хреново апаете, а ребята лишились своих осколков. Нужно это все делать заранее, до выпуска контента, тестировать. Если у вас не хватает тестировщиков, давайте блогерам тест-сервер и давайте главам кланов, офицеров, то есть, там, топ-10, топ-50 кланов точно достойны, чтобы протестировать то, что вы вводите в игру до ее официального ввода, чтобы все остальные игроки не тратили на это ресурсы. Опять же, возмещать убытки, если вы так делаете. Если вы урагрима пофиксили, предоставьте, пожалуйста, 5 пятизвездочных куриц и, соответственно, пару, там, миллионов серебра и энергии. Пару-тройку тысяч, то есть, то, что нужно для прокачки, соответственно, на шестой этого самого урагрима. Вот, и кто его прокачал, то им и компенсируете. Вот это было бы по-хорошему. А лучше, конечно, до ввода все это тестировать. Следующий момент — это сохранение команд. Как мы знаем, вы сделали сохранение на боссах, причем, ну, на каждом боссе сохраняется та команда, которую ты прошел в прошлый раз. Это очень удобно. Но, например, в роковой неудобно то, что на волнах команда не сохраняется. Особенно это очень сложно на трудной. То есть, ребятам приходится создавать команды. Ну, вот, например, у меня есть команды, там, которые против Морту, против Лидок, там, и так далее. То есть, забиваются слот сохранения команды. Если вы не хотите или не можете технически сделать на каждый этаж сохранение команды, который этот этаж пройден, вам не хватает места, там, или еще что-то, там, сервер у вас немощный, так сделайте хотя бы больше слотиков под сохранение. То есть, ну, как минимум этажей 5 есть, где хотелось бы сохранить команду. Это и Тормины, это и Сифи, это и Морту, это и Лидки, то есть, против которых собирается какая-то определенная команда, которую ты должен запомнить. Но мы сейчас не в детском садике, мы не запоминаем стишки наизусть, слишком много надо запомнить, это игра. Здесь мы должны расслабляться, а не запоминать все наши команды, все их там вариации 20 штук. Вот, сделайте, пожалуйста, либо больше сохранение команды, либо сохранение команды, когда прошел этаж. Следующий момент, это актуализация контента. В частности, когда проходишь игру, контент, который тебе предлагают купить, либо который ты давным-давно открыл, он никак не апается. То есть, тебе уже не актуально тот донат, который тебе предлагают, либо то, что предлагают на рынке, а тебе все время это предлагают. Сейчас на рынке скупаются только двухзвездочные герои и только загадочные синие осколки. Все остальное не актуально. То есть, тем, кто играет 2-3 года в игре, четырехзвездочные сапоги, они не актуальны. Да вообще, в принципе, рынок подразумевал все-таки шмот, на мой взгляд, изначально, когда его вводили. То есть, все-таки подобрать какой-то прикольный шмот. И его так с начала игры и не апали. Сделайте баснословные суммы, там, полтора миллиона, пять миллионов за хорошую шмотку, но предоставьте их на рынке, чтобы хоть какой-то смысл от этого был, потому что после месяца-двух месяцев игры рынок становится неактуальным по шмоту. Зачем вы это делаете? То есть, предлагаете шмот вот такой вот. И плюс, больше скажу, по шмоту неактуально абсолютно по донату. То есть, вы предлагаете донатный шмот. Очень часто, ну вот сейчас, на самом деле, хороший шмот. Это шестизвездочный крит урон, хоть что-то там, на жестокость еще можно предложить, на беспощадность можно предложить. Но вы иногда, бывает, предлагаете пятизвездочный синяя бессмертия игроку 90-го левела. То есть, либо рассчитано на лоха, но я не хотел бы так думать. Просто я считаю, что не актуализирован контент. То есть, давно просто сюда не смотрели. Это тоже нужно поправить. То есть, кто-то, кто не хочет тратить время в игре, покупает шмот за деньги, получает фигню. Либо ему предлагают купить фигню. Ну и опять же, туда же, в сторону доната, вы неправильно оцениваете важность вещей, которые вы продаете. То есть, у вас, условно, там, бочонок опыта приравнен, там, к сакралу. У вас душа продается очень дорого, из которой выпадет с 90% вероятностью какой-то фигня. То есть, купив души, которые и так, на самом деле, можно, ну, соответственно, добыть, да, достаточно несложным способом, на двуликом, вы их продаете очень дорого. То есть, цены, ну, минимум на ранг ниже должны быть. То есть, по цене продажи вот этой души должна быть вот эта. По цене продажи этой души должна быть вот эта. Это касабельно и событий всяких отступников, там, и так далее. То есть, вы сами не знаете, чему у вас равна лек-книга, чему у вас равен, там, эпический том, и так далее. Вы суете награды рандомно, не оценивая затраченных ресурсов к награде. Это надо обязательно исправлять. Очень важная тема – это про скорость прохождения подземелья. Если вы считаете, что у вас там, ваш сервер, опять же, не может вычленять подсчеты, да, которые мы будем делать при скорости x3, там, x5, x10, то введите хотя бы частично и ограниченно эти попытки. То есть, не надо давать бесконечный x3, x5, x10. Сделайте это для того контента, который люди постоянно проходят и очень долго. На данный момент я считаю, что надо вводить обязательно на клановых боссах x3-x10 скорость, либо даже моментальное прохождение, когда ты уже прошел. Для босса это актуально. Соответственно, что x-скорость, x10, x3, что моментальное прохождение. Для гидры было бы моментальное прохождение, скорее, не актуально, потому что там рандомайз. Но ускорить скорость x10, x5, x3 очень-очень хотелось бы, потому что это очень долго. То есть, никто не хочет и не будет тратить такое большое количество времени на прохождение такого душного контента. Его надо ускорять, хотя бы частично. Следующий момент это автопродажа шмота при мультибоях. В нем нужно вводить обязательно пункт продавать по каким-то определенным критериям. Это очень в RSL Helper было организовано хорошо. Здесь мы видим только продажу по ранговости, то есть, насколько много звезд. Соответственно, здесь надо добавлять, продавать шмотки. Например, там сапоги на плоский стат, нижнюю часть шмоток на плоский стат. Доп-параметр, если там, например, в редком шмоте 2 плоских стата, например, в ботинках, то продавать. Если там в эпической 3 плоских стата, то тоже продавать, например, ботинки на скорость с 3 плоскими статами. Продавать. То есть, более сделать правильный фильтр автопродажи шмота, чтобы потом не сидеть и часами тысячи шмота не чистить, который тебе абсолютно не нужен. Касабельно шмота, если разговаривать, то нужна быстрая прокачка всего шмота на 8, 12 уровне и так далее. То есть, здесь должен быть фильтр, выбрать все, прокачать до... Вот есть фильтр из продажи, да, соответственно, выбрать все по фильтру, да, например, вот так вот, выбрать все и продать. Также должно быть и по прокачке. Выбрать все, например, там, 6-звездочный, там, легендарный, и здесь должно быть не продать, а прокачать и до какого уровня. И сразу весь шмот качается, там, до 8 уровня, с тебя хватает серебра. Сидеть, тыкать, опять же, по тысяче шмота и качать его на 8, 12 и так далее, это муторно. И, опять же, никакого технического сложности это не составляет. Весь шмот на 8 автоматически прокачивать. Ну, то есть, моментально. Это надо сделать. Не стоит скрывать проценты дропа и нерв того или иного контента. Если вы понерфили дроп с КБ или с Гидры, напишите об этом новость, напишите об этом в игре новость. При заходе в КБ оповещение пришлите, что и там с тем-то, с тем-то мы понерфили дроп. Он изначально, например, был завышен, потому что по Гидре с маленьких сундуков реально дроп очень хороший был. Вас бы игроки бы поняли. Но когда вы это делаете тайком, ну, получается, как крысы, ничего хорошего это у игроков не вызывает. Никакого доверия и никакого, соответственно, стимула играть дальше тоже. Также не скрывайте процент дропа определенных предметов. То есть, например, у КБ или у Гидры должен быть процент, шанс, с которого это все выпадает. Все равно люди на датамайнят и, соответственно, вот здесь вот написать, что с двухпроцентным шансом, что у вас выпадет синий осколок. Соответственно, там 50%, что у вас выпадет трехзвездочная зеленая шмотка и так далее. То есть, написать проценты выпадения из сундука конкретного предмета. Потому что все равно это есть, там, допустим, на моем сайте raid.guru. И, в принципе, любую штуку могут на датамайнить. В том числе и множители урона к героям надо указывать. Вы указали, что, например, атака от атаки и защиты. Укажите, это атака плюс защиты, это атака умножения на защиту и плюс на какой коэффициент это все умножается. Все равно игроки это вычленяют, пишут, опять же, на сайте raid.guru. Почему вы это не делаете в игре, абсолютно непонятно. И в тот же огород это фильтр. Почему нет в коллекции или когда ты в бою выбираешь персонажей, почему нет фильтра по дебафам, по бафам, по параметрам героев. То есть это абсолютно непонятно. Почему я не могу отфильтровать героев, у которых есть, например, массовый штраф атаки. Мне нужно идти на raid.guru, ставить там, соответственно, в фильтре массовые штраф атаки. И, соответственно, потом искать героев у себя в игре. Непонятно абсолютно. Героев очень много, их больше, там, наверное, скоро их уже будет тысяча. И мне, значит, их наизусть все надо знать, у кого какие дебафы, навыки там и так далее. Но это бред. Почему не улучшить фильтры, непонятно. Следующий момент это описание сетов. Соответственно, у сетов описание абсолютно неполное и непонятно, где это искать новичку. Ну, например, у вас есть сет прям сразу же с начального уровня, который повышает урон при низком здоровье. Смотрите, я читаю, как есть в игре. Повышает урон при низком здоровье. Низкое здоровье это какое? Повышает урон на сколько? Ну, то есть, вы пишете описание, что вам лень одну строчку дописать. Я не знаю, лень сделать вкладочку и там, инфо там, подробнее, нажал и прочитал подробнее об этом сете, если мне интересно. Я только из-за этого не собираю этот сет, его продаю, потому что я не знаю, насколько он мне будет профитный. Если в реакции плюс-минус там вы хорошо написали, да, то есть, вернее, бешенство, плюс 10% к шкале скорости за каждые 5% повреждений. Здесь вы расписали хорошо, но если бы вы расписали так же, как и предыдущий сет, то вы бы просто написали, заполняет шкалу скорости за нанесенные повреждения себе. Да, то есть, ну, то есть, непонятно, сколько, чего там, на сколько процентов заполняется. То есть, сделайте правильное описание у сетов. Далее, не рандомизируйте абсолютно все везде. То есть, у вас рандомайз абсолютно везде, даже при нанесении урона сопернику, при проточке, везде вы впихиваете случайность. То есть, очень многое зависит от случайности, от везения. Всегда надо какие-то моменты, чтобы они были стабильными. У вас глифы случайные, у вас прокачка шмота случайная, не знаю, выпадение засколков из души и так далее случайно. В каких-то местах оставьте эту случайность, но случайность от случайности никак не прогнозируется. То есть, если мы рассматриваем рейд как шахматы, должна быть хоть где-то стабильность. То есть, пойти дальше, пусть рандомайз навыки будут. То есть, то такой, то сякой, то вообще не бьет, а там слабость просто накладывает без удара. Ну, то есть, должно что-то прогнозироваться, ребятки. И здесь у вас очень много рандомайза сейчас в игре. И в талантах, и в шмоте, и в ударах. Вообще, в принципе, везде все рандомизируете абсолютно. И проточку, нет никаких там вариаций, что вот заточить только на скорость, например. Пока ты поймаешь эту плюс 4 скорости, на этом 5 лет пройдет. То есть, нужно что-то вводить, чтобы нерфился рандомайз и было более прогнозируемо. Например, та же самая проточка шмота. Ну и крайние два замечания. Первое, это почему многие не играют 3 на 3. Кроме того, что это сам по себе душный контент. В плане, что здесь очень душные команды с камникожей. Вы вот это все ввели. Сейчас еще новый сет с пропуска кузни. И хрен кого-то там убьешь массухами. Проблема в том, что вы сделали это крайне неудобно. Нельзя переместить, например, команды вот так вот между собой. Надо вот так перемещать, по одному. Далее, команды надо, вот если ты сохранил, их надо вот именно все 3 вставить. То есть, одну команду вставить я не могу. Дальше набрать другие игры. Например, 2 вставить и третью рандомную собрать. Я так не могу. Надо 3 команды подготовить и ими играть. Абсолютно неудобно. Должно быть перемещаться, во-первых, всей командой. И, во-вторых, одну-две команды могу из сохраненных и третью, например, набрать. Ну и край это тестирование КБ. То есть, вы ввели для гидры тестирование, но забыли, что у вас на клановом боссе такого нет. То есть, на гидре вы даете ключи отменить, на клановом боссе нет. Иногда бывает, что ваш рандомайз так хреново работает, что люди забирают, например, не с одного ключа, потому что там что-то похерилось. Ну, потому что у вас есть, даже когда у вас хватает меткости, все равно 3% есть на фейл. То есть, может сработать сопротивление. Зачем вы это сделали, непонятно. Чтобы ввести рандомайз в игру, да, чтобы было интересней. Но это скорее бесит. То есть, приходится перезаходить, а в случае КБ, так это просто потерянный ключ и потерянный день в принципе. Соответственно, сделать отмену ключей, хоть это и так уже знают люди, как делать. Просто через выход в игре вы не тратите ключ. То есть, ну, через крестик, да, через выход, если плари он плей. И через сворачивание, если мы говорим про телефон. Соответственно, люди это давно не узнают. Не знаю, почему вы не сделаете здесь, например, начать. И, соответственно, как у гидры, типа не сохранять результат и с возвратом ключа. У меня на этом все, ребята. Вы досмотрели видео до конца. На самом деле, оно получилось достаточно большим, объемным. Но я собрал почти все пожелания, которые, на мой взгляд, являются очень критичными при игре в Raid Shadow Legends. Оставьте свои пожелания в комментариях. Я постараюсь отправить это видео в Дискорд модераторам. Как видите, я постарался без лишних эмоций, без там, мата и всего остального. Конкретно, что нужно поправить в самые кратчайшие сроки. Всем спасибо за внимание. С вас лайкос, либо дизлайк. Подписочка, колокольчик. По желанию. Пока-пока. Ребят, стример набрался опыта и готов предложить свои услуги. Первое, это любые услуги по Raid Shadow Legends. Это, там, прохождение подземелья, КБ, советы, просто обзор аккаунта. Цены будут очень доступны. Они будут на raid.guru в моем сайте. Для новичков, кстати, очень советую. И вторая услуга, это покупка доната. С помощью карты из другой страны я себе ее завел. Могу помочь за очень небольшой процент. Это просто как помощь для игроков в СРФ, кто не может купить себе донат. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok